У нас две недели назад прошла очень конструктивная встреча с непосредственно общественниками и средствами массовой информации по застройке прибрежных слоев согласно протокольному поручению городского головы. Мы договорились продолжить эту встречу. Одна из этих встреч состояла сегодня, касающаяся непосредственно парка «Юность» и санатория «Красная Зоя». Мы обсудили эти два вопроса, в общем-то уже более конструктивно выработали дорожную карту, по которой могут двигаться как непосредственно жители этих районов и активисты, так и непосредственно городской совет. По первому вопросу парка «Юность» основной вопрос это определение конечных границ парка. К сожалению, на сегодняшний день в 2002-2003 году были выданы государственные акты, которые городским советом предыдущих созывов, которые, к сожалению, мы оспорить не можем. Единственное, кто сегодня может это выполнить, это прокуратура, которая может подать в суд по вновь открывшимся обстоятельствам, и невзирая на пропущенные уже достаточно давние сроки исковой давности, вопрос об изымании этих государственных актов и признании их недействительными. И тогда то, что есть пожелание граждан, проживающих на территории парка «Юность», действительно определить границы этого парка в тех объемах 6,5-7 гектаров земли. Это первое. И второй вопрос, это вопрос по бывшему санаторию «Красная зорь» по улице Бернарда, Ц4. На сегодняшний день два субъекта, это Укрпровздравница и компания «Будлайф» находятся в судебных спорах в отношении действительно имущественного комплекса, кому он принадлежит. Плюс на сегодняшний день те решения областного области, департамента по культуре и религиям, которые взяли на Конституционном совете под охрану имеющиеся там объекты, также находится это решение, оспаривается в суде. Министерство культуры на сегодняшний день вообще не приняло пока под охрану ничего, то есть не включило, но тем не менее процесс идет и не останавливается. Сегодня как жители этих районов, так и другие граждане, что сегодня присутствуют, выразили достаточно активную позицию в отношении устройства там, на территории Вознесенского кладбища, мемориального комплекса. В любом случае, пока не будут закончены судебные споры, пока не будет определено действительно, кому принадлежит имущественные права, с кем возможно дальше вести переговоры, с кем разговаривать, но никаких действий производиться не будет. Ни как по застройке данной территории, естественно, что, на мой взгляд, невозможно абсолютно так, и по определению мемориального комплекса. Поэтому в сегодняшний день еще раз говорю, кроме партии территории. Сейчас, пока будет еще партия, что может быть, как это говорит, есть вот эти партии, как это говорит. Пожалуйста, по-моему, кто у кого есть, так сказать, партии энтузиастов, хотелось бы как-то понять, как это можно... Начнем мы с очень простых вопросов. В прошлый раз, когда мы встречались, мы 15, там на участке, в котором пытались строить, если можно. Мы не ценим очень ваше время. Спасибо, что нам было высказываться. Я говорю, что мы на самом деле, это время, это не зря, что вроде как, и мы даже обещали, на 20-й или на 19-й год, скажите, какое предприятие может являться заказчиком, что нужно земельным ресурсам. Вы закажете на эту документацию? Документацию поставить партию на северную красную зону. Давайте, давайте начнем этот партию. Кроме предприятия нет. Да нет, давайте. Из земли. В общем случае. Давайте закажем тему площадь одинаковая. Их не существует в природе. Суды все куплены и дальше существуют. В 2002 году на основании решения 2001 года. О чем 2001 года решение? Смотрите, вот в этом решении, которое мы сейчас делали... Шел как бы на встречу, и общественники, и люди... Публика? Публика можно выкинуть. С местом такой. Ну, по каким-то срокам, да, давности, какие-то сделать восстановления.